итак всем привет это внеплановое видео надеюсь которое смогу записать потому что тут очень сильно лает собаки надеюсь что будет все слышно и сейчас я вам расскажу примерно как делаются макеты то есть если мы делаем растровые макеты соответственно мы не накладываем на картинку текст потому что покупатель не сможет дальше с этим ничего сделать то есть предположим у нас есть приглашение вариант такой да это что-то еще оставшиеся из типографии это не стоковые вещи но тем не менее вы сможете понять как это делается например у нас есть картинка мы хотим сделать макет приглашение соответственно мы делаем картинку да здесь надпись пример надписи дальше мы можем оставить вот этот шаблон то есть клиент купив это сможет с легкостью удалить да вот этот вот текст и оставить те элементы которые ему нужны впрочем как и на вот этом варианте не какие-то не самые лучшие варианты просто то что у меня сейчас есть на компьютере вот это с растровыми макетами с векторными макетами можно накладывать текст на картинку и так далее потому что не знаю что еще есть он старый очень можно накладывать текст на картинку потому что потому что соответственно человек сможет это все удалить и нормально дальше с этим работать но так как мы делаем на примере ну давайте сделаем какую-нибудь такую открытку предположим мы открываем adobe иллюстратор создаем новый файл обычно я делаю так мне почему-то так удобнее не знаю сто сто пятьдесят мы делаем это действие 15 до сделаем вертикально у нас создается дальше мы перетягиваем картинку наверно очень большая перетягиваем картинку зажимаем shift чтобы она пропорционально уменьшилась и запихиваем ее сюда так она здесь даже не обработана изначально но это не суть мы сейчас не это с вами изучаем но в принципе можно просто это белым квадратом так сделать ну конечно лучше изначально нормально обрабатывать дальше обязательно встраиваем изображение чтобы она при открытии на другом компьютере нормальным хотя с другой стороны мы с вами здесь сохраняем jpeg это скорее нужно для полиграфии jpeg для стоков принципе можно не встраивать но лучше просто запомните и всегда встраивайте вот здесь мы можем стандартным шрифтом написать какую-нибудь надпись не знаю конечно сейчас не в тему на не суть мы не этому учимся и пеню я положим вообще да не в тему конечно но здесь мы можем выбрать стандартный какой-нибудь шрифт иллюстратора их в принципе все можно использовать потому что они с коммерческими лицензиями предположим такой пусть будет здесь мы сверху можем уменьшить размер шрифта взяв пипетку мы можем взять какой-нибудь цвет и перекрасить его например вот в красный дальше чтобы он выровнялся по горизонтали мы его выравниваем если вам нужно по вертикали то вот это вот здесь правильно говорю вот у нас получается такая открытка так здесь у нас съехал квадрат получается такая открытка дальше нажимаем файл сохранить для интернета у нас она получается маленькая мы ее увеличиваем маленькой стране ставим 2000 пикселей и нажимаем сохранить мне удобнее делать так тем более иллюстратор не искажает никакие картинки то есть они остаются в хорошем качестве удобнее сделать так чем чем изначально брать большую в пикселях вот мы сохранили предположим на рабочий стол в jpeg все что у нас получилось вот она получилась при открытии и увеличении качество у нас хорошее вот вы видите я очень сильно увеличиваю но это конечно она здесь прям таком увеличении но не такой хороший потому что это все-таки растровые иллюстрации и скан но то что изначально она была там 200 пикселей это никак не повлияло но это бы сильно повлияло если бы вы делали это в фотошопе то есть проще делать в маленьких размерах особенно если у вас компьютер например не очень мощный да то это будет намного проще и потом уже увеличивать при сохранении иллюстратор позволяет это делать без потери качества надеюсь все было понятненько все всем правда так Субтитры сделал DimaTorzok